Болезни системы кровообращения наравне с онкологическими заболеваниями остаются лидирующими в структуре смертности населения. На страже здоровья жизненно важного органа сердца стоят кардиологи. Они сработали успешно. Регистрируется снижение болезни системы кровообращения. Между тем фиксируется незначительный рост онкологических заболеваний в отдельных регионах. Будем работать именно по раннему выявлению. Это тот проект, который второй год идет у нас в Брестской области. «Предотврати болезнь, выбери жизнь», где наши областные специалисты выезжают в регионы, осматривают пациентов. Охвачено больше 11 тысяч пациентов, осмотрено в регионах. И выявлено больше 2800 человек, которые направлены на обследование. После дообследования 85 пациентов подтверждено онкологическое заболевание на ранних стадиях. Но самое главное, что вот этот проект помогает выявлять эту патологию на первой, второй стадии. После этого прооперировать или дать какое-то специфическое лечение и полное выздоровление пациентов. Смертность от онкологии, смертность от внешних причин, которые надо обратить внимание, для этого, соответственно, работать должна как медицинская сеть, так и, соответственно, и социальная сфера в общем. В общем, в одной связке. Конечно, без этого никак. Ведущее медицинское учреждение области – Брестская областная клиническая больница. Врачами учреждения за 2019-й было пролечено 30 тысяч пациентов. Сделано 19 тысяч операций. Развивается трансплантологическое направление. В конце 2019-го Министерство здравоохранения присвоило больнице статус клинической. Между тем, на протяжении всего года учреждение активно модернизировалось. Кроме того, что запустили ядерный магнитный резонанс и томограф, который уже был запущен в мае, значит, в конце года мы открыли эндоскопическое отделение. При этом мы сделали не только ремонтные работы, но и за счет бюджета этого, за счет этой программы мы закупили оборудование, необходимое для эндоскопического отделения. Кроме этого, мы в прошлом году сдали отделение нейрохирургии. Уже, скажем так, примерно на половину или две трети сделано, потому что мы начали в прошлом году, в этом году мы планируем завершить тракальное отделение в планах кардиологическое отделение и отделение через носовую хирургию. Конечно, качество оказания услуг и материально-техническая база – два неразделимых понятия. В 2019-м в Бресте началось строительство многопрофильного медицинского центра, куда войдут две поликлиники для взрослых и педиатрическая, а также женская консультация. В этом году будет дан старт возведению нового корпуса в детской областной больнице. В марте планируется введение в работу магнитно-резонансного томографа. На сегодняшний день комплектный томограф работает в областной больнице, которая забирает наших детей. А сейчас будет уже на самой базе. Конечно, тут будет и роддом задействован рядом, который находится. В 2019-м Брестской области выполнено экспорт медицинских услуг на сумму более 2 миллионов 760 тысяч долларов. Как правило, за помощью приезжают украинцы и поляки. Трансплантация, пересадка суставов, стоматология, различные диагностические манипуляции, МРТ, ПКТ – основные виды оказываемых услуг. К слову, одна пересаженная почка иностранцу дает возможность спасти жизнь трем-четырем белорусам.